На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В детском саду Колобок сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию. В детском саду Колобок сегодня эвакуация прошла очень оперативно, правильно. В Ленинском городском округе продолжается реализация президентской программы социальной газификации. Если поселок уже газифицирован, то идет уже процесс до газификации. В Видном состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. Выиграть у металлога это уже достижение. 31 мая в Московской области прошел единый день противопожарных тренировок. Не стал исключением и Ленинский городской округ. Наша съемочная группа побывала в детском саду Колобок, где сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию и профилактические беседы с дошкольниками. Следуя четким инструкциям, воспитатели по сигналу тревожной кнопки быстро и организованно вывели детей из здания на улицу. После проведения учебной эвакуации сотрудники МЧС подготовили для воспитанников детского сада Колобок интересное профилактическое мероприятие. Малышам рассказали о правилах безопасного поведения в случае возникновения пожара, напомнили, какие номера экстренных служб следует набирать в чрезвычайных ситуациях, а после теоретической части поиграли в крестики-нолики с огнетушителями. Я узнал, что при пожаре нельзя прятаться, надо позвонить пожарным 1-1-1. Что нужно, пригладывать всегда к лицу тряпку или какое-то полотенце, чтобы не задохнуться в этом пожаре. Что нельзя исполнивать из окна и прятаться в скафу. Не паниковать и сохранять спокойствие. Можно нарисовать восклицательный знак и так можно понять. Или вообще лоточком лохать. И так поймут, что там пожаре и приедут срочно, чтобы потушить его. Чувство опасности, исходящее от огня. Ребенку нужно прививать с самого раннего детства. Поэтому в дошкольном учреждении обучению правильным действиям при пожаре уделяют особое внимание. В каждой возрастной группе оборудован уголок пожарной безопасности. Воспитатели выбирают различные формы обучения детей. Это и беседы, и занятия, и досуги. Активно принимают участие в таких мероприятиях у нас родители. Мальчишки и девчонки были очень рады, что на территорию детского сада спасатели прибыли на настоящей пожарной машине. Сотрудники МЧС рассказали ребятам о своей профессии, показали предметы экипировки и пожарно-спасательный инвентарь. В детском саду «Кулабок» сегодня эвакуация прошла очень оперативно, правильно. Действия персонала, то есть воспитателей, руководителей, они у нас сегодня оценены на отлично. Были маленькие недосчеты, которые мы объявили в ходе разбора данной эвакуации. Ну и, соответственно, воспитатели приняли к сведению. Я думаю, что в следующий раз не будут допускать, но они несерьезные. Такие эвакуации во всех образовательных учреждениях проводятся ежеквартально. Во время тренировок важно отработать действия, чтобы грамотно, быстро и без паники покидать помещение в чрезвычайных ситуациях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Виднет-ТВ. В администрации Ленинского городского округа наградили посмертно орденом мужества капитана инженерно-саперной роты Владислава Королева. Военнослужащий погиб 12 марта в ходе спецоперации на Украине. Молодой человек окончил Нижегородское высшее инженерное командное училище. Служил в разных местах по всей России, в том числе в Московском военном округе. Родители Владислава проживают в Ленинском муниципалитете. Оба также посвятили жизнь службе Родине. Именно они получили высокую награду на встрече с главой муниципалитета Алексеем Спасским. Мой сын всегда говорил, так это все неправильно. Отец у меня ветеран боевых действий. Старший брат ветеран боевых действий. Я столько раз ездил, он столько раз ездил на разминирование и на запад, на юг, на восток нашей страны. Но не ветеран. Вот стал ветераном боевых действий. Кавалером ордена мужества. Он даже обогнал нас со своим старшим братом. Я что хочу сказать? Хочу, чтобы воины, которые сражаются за всех нас, за нашу Родину, как можно больше получали орденов медалей. Но получали в свои руки. Владиславу Королеву было 35 лет. У него остались жена и 8-летний сын. До начала спецоперации семья проживала в Краснодарском крае. Временно исполняющий обязанности руководителя Ленинского отделения Организации ветеранов боевое братство Владимир Писаченко всего несколько дней назад вернулся с Донбасса. Целью поездки была доставка груза с гуманитарной помощью. Стоит отметить, что представители нашего округа уже и ранее бывали в местах проведения спецоперации. Владимир вместе с товарищами передали для военнослужащих продукты и медикаменты, навестили раненых в республиканской больнице. Там же они передали письма учащихся школы поселка совхоза имени Ленина. Добрались мы до города Луганска, передали гуманитарную помощь с Московской области, от комитета общества инвалидов, от, видно, ТВ, от тех людей, которые сделали сбор для помощи, кто на передовой. В этой больнице лежат раненые бойцы, люди, ребята, которые выполняли боевые задачи. Представители Ленинского округа побывали в городе Попасное, далее направились в Донецк, посетили музей ополчанцев и военное училище. Также представители боевого братства собрали ответные письма, которые написали для учеников школы поселка совхоза имени Ленина. И сейчас исполняющий обязанности руководителя общественной организации «Боевое братство» Владимира Писаченко у нас в гостях. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Насколько я знаю, эта поездка не первая поездка на Донбасс. Скажите, когда вы в первый раз там оказались и с какой целью? В первый раз я поехал туда по зову моих боевых друзей по Северному Кавказу 95-го года, где мы проходили боевое крещение. И ребята попросили помощи, говорят, помогите, кто может. Они командиры резервистов, тех шахтеров, которые также выполняют боевые задачи. И я говорю, что вам не хватает, самое главное? Они говорят, медицина. Потому что, как бы, хотелось бы желаемого, но чуть-чуть хромают. Я говорю, кидайте список, будем в аптеках искать. Я дал клич по боевому братству через ветеранов 407-го пограничного отряда, через своих ребят. Мы собрали определенную сумму, закупились, упаковали и поехали. И отвезли, непосредственно оказали точечную помощь нашим ребятам, которые конкретно нам передавали. Непосредственно село Попасное, город Попасное. Вот там они выполняют свои боевые задачи на рубежах, защищая. Выполняя, как раз, специальные операции. То, что было решено по командованию ихним. И они приносят результаты и победу. Вот вы второй раз съездили. Скажите, какая-то разница есть от мира ощущения, от того, что происходит в местах спецоперации? Я могу сказать, что, в принципе, когда ты прикипаешь и когда ты вливаешься в ту атмосферу с боевыми офицерами, с боевыми ребятами, с теми же, общаясь непосредственно с солдатами, то ты на одном дыхании с ними и, в принципе, ты этого не ощущаешь. Ты ощущаешь то, что ты им нужен. И они тебя ждут. И каждый раз перед тем, как туда мы выезжаем, мы от них ждем потребностей. Что вам необходимо? Вот прям категорически и вот прям катастрофически вам что необходимо? Обмундирование возили, обувь возили, опять же, медикаменты. Спасибо огромное местным жителям, которые сделали сбор гуманитарной помощи из продовольствия, со школьников, со хоза имени Ленина. Собрали тоже детишки. И я отвез эти непосредственно, те же письма мы собрали для поднятия силы духа солдат. И я вернул обратно какие-то ответы, я привез, я передал руководству школы и говорю, извините, что поздно, но это дорога. Ну, как бы, кому-то довелось, почему? Потому что мы письма раздали всем ребятам и кто-то сразу уехал на передовую. Кто-то у кого-то было там буквально несколько часов, он написал ответ прямо на этом же письме, детишкам написал это, ну, как бы, благодарность. И я думаю, этого дорогого стоит. Почему? Потому что это исторический документ, это преемственность поколений и поддержка наших боевых ребят на передовой. Вот я как раз хотел задать такой вопрос. Вот эти письма, эта гуманитарная помощь, эти медикаменты, насколько они влияют на боевой дух тех ребят, которые сейчас заняты в спецоперации? Я думаю, любая поддержка со стороны любого человека, какой бы ты ситуации ни был, особенно там, где тяжело, это очень весомый аргумент. И тем более, когда ребята выполняют боевые задачи, они знают, что у нас, как бы, по всей стране, особенно мы в Ленинском городском округе, знают, что люди есть, которые переживают, болеют, и, как бы, с ним на одной волне им легче. Им легче, потому что они, как бы, не брошенные. И есть ребята, ветераны, да, которые также жители Ленинского городского округа, которые вкладывают маленькую частичку, ну, в нашу общую победу. Они благодарят, они говорят, вы действительно очень много для нас делаете. То есть, это, наверное, тот случай, когда можно сказать, что есть крепкий тыл. Да, ведут, да, всегда, в жизни всегда, когда есть надежный друг, надежный тыл, и есть сзади тебя люди, которые всегда тебя поддерживают морально, материально. И главная задача, ты понимаешь, что ты не один, ты не брошенный, и ты готов горы перевернуть. И потому что вот в этой гуманитарной помощи мы также тратим свое время, также тратим, ну, очень много времени, здоровья. Ресурсов. Ресурсов, да. Почему? Потому что надо найти, надо приобрести, надо довести, надо таможню пройти. Самое сложное – это таможня, это другая история. Ну, приходится язык, как говорится, до Киева доведет. Люди порой попадаются достойные, уважаемые, и нам помогают где-то. Ну, конечно, в рамках закона. Почему? Потому что таможня есть таможня, мы не можем их оспаривать. Есть регламент, мы, согласно регламенту, это все везем. Есть ли какие-то планы по следующей поездке, если они, конечно, есть? Планы есть всегда. Почему? Потому что мы ждем сейчас, опять же, медикаменты, кровоостанавливающие, там, индивидуальные перевязочные пакеты, мосхалаты просят ребята. Почему? Потому что, на самом деле, ополченцев много, у нас с каждой поездкой у нас прибавляется еще одно подразделение, еще одно подразделение, и ребята говорят, вот, сейчас ждут 70 мосхалатов. Сейчас я буду вести переговоры с людьми, чтобы приобрести эти 70 мосхалатов. Может быть, обувь какая-то будет. Но это мы посмотрим. Почему? Потому что сейчас начинается там жаркий сезон на юге, и в камуфляжах уже жарковато. А мосхалат как-никак. Тем более, он мог, он как раз и сливается с тем пейзажем, с тем ландшафтом южным. Как раз вот он и есть. Ну что ж, Владимир, я думаю, я и наши зрители благодарны за тот труд, который вы делаете. Спасибо огромное, что пришли к нам на эфир и ответили на мои вопросы. А я напомню, что мы беседовали с исполняющим обязанности руководителя общественной организации «Боевое братство» Владимиром Писаченко. К другим новостям. В Ленинском городском округе продолжается реализация президентской программы социальной газификации. В этом году провести газ планируется в более чем 50 населенных пунктах муниципалитета. На днях работы велись в деревне Тарычева. В Подмосковье проект реализуется силами Мособлгаза. Газовые трубы проводят до границ участков. Собственникам это ничего не стоит. А вот после у жителей уже появляется возможность заключить с организацией договор на работы внутри своей частной территории и дома. Стоимость комплексного контракта в регионе варьируется от 75 до 150 тысяч рублей. Если поселок уже газифицирован, то идет уже процесс догазификации. До 200 метров строятся в Водике на основании договора. А здесь Тарычева у нас, получается, произведена была? Да, да, да. Здесь уже есть газификация, да. Здесь уже есть и магистрали, и сети. Все начинается с траншеи. Рабочие выкапывают канаву. От центральной магистрали тянут газовые трубы к участкам. В среднем этот процесс занимает два дня. Все зависит от конкретной местности. Здесь, как вы видите, немного узко, да, достаточно, то есть едва-три метра набирается. Поэтому я думаю, что данным людям будет какое-то время очень неудобно. Но в перспективе у них появится газификация, да, газ, и отпадет потребность в отоплении, да. Если какие-то там электричества, ресурсы, дрова себе возить. Представляете, да, сюда фуру завести, дров и так далее. Ну, то есть проще уже газ. Получить дополнительную информацию жители могут на официальном сайте. Мособлгаз.ру и по телефону 8 800 175 75. Ярмарка на советском проезде приглашает покупателей открыть сезон витаминов. На прилавках представлены овощи, фрукты, зелень, нового урожая. Полезная и вкусная продукция порадует как взрослых, так и детей. Свежую клубнику дегустировала наш корреспондент Галина Житкова. Аппетитные ростовские помидоры, хрустящие луховицкие огурцы, нежные кабачки, молодая картошка, витаминная морковь, цветная капуста, ароматная зелень. Овощное ярмарочное разнообразие яркими красками привлекает внимание покупателей. Я смотрю, вы с маленьким или это не ваш? С маленьким, с малышом. Вкусное покупаете для него? Ну, огуречки он любит, помидорки. Сейчас, да, вот капуста хорошая, сладкая. Как вам по ценам? Нормально? Ну, приемлемо. То есть праздничный ужин семье все-таки обеспечен, правильно? Конечно, конечно. Питаться вкусно и полезно хочет каждый житель нашего муниципалитета. На ярмарке можно подобрать товары по вкусу и кошельку. Продавцы всегда идут навстречу покупателю и готовы предложить выгодный вариант. Вся зелень свежая, также свежие огурцы, помидоры, правда, тепличные томаты, также и клубника, вот она только-только пошла. Сладкие ягоды и фрукты – это особая статья семейного бюджета. Клубнику, голубику, абрикосы, груши любят как малыши, так и взрослые. Ароматное великолепие гарантированно повышает настроение и улучшает самочувствие. Сейчас очень много ягод на Москву поступает, со всех южных регионов. Ростов идет, Краснодар, вот пошел, вот это Краснодарское. Привозы очень много, машины идут, идут, стараются кормить. Ну, цена более-менее, я бы сказала, мы делаем дешевле, чем в магазинах. Мимо прилавка с фермерской продукцией из Беларуси невозможно быстро пройти. Даже требовательный покупатель обязательно обратит внимание на молочную продукцию и мясные деликатесы. Запеченная индейка есть у нас, кролик есть, буженейно запеченная, вот деликатесы еще что. Много чего вкусного. Это более, считается, более жирная продукция или можно детям тоже давать? Детям тоже можно. Это индейка же, ну, как сказать, это не жирная продукция, фермерская, запеченная. Очень вкусная. Срок годности сметаны, например, или вот что-то творога, он какой? В холодильнике хранятся они, срок годности 12 суток, и творог, и сметана. Большой интерес вызвала и ярмарка промышленных товаров. Хорошее качество и выгодные цены привлекли многих жителей, что подыскивали новые вещи для летнего гардероба. Цены нормальные, и люди могут купить то, что сейчас, по идее, в магазине-то не очень ты купишь, потому что там или цены кусаются, или еще что-нибудь такого нет. А здесь просто по-народному, вот для людей. Людей вот и старшего поколения, и младшего, и детских товаров много. Первая летняя ярмарка приглашает своих покупателей в увлекательное гастрономическое путешествие. Вкусные овощи, спелые фрукты, зелень, мясные деликатесы порадуют любого взыскательного покупателя и сделают обычный семейный ужин праздничным. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видном состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. На этот раз «Металлург» встретился с командой «Ковровец» из Владимирской области. О неожиданных поворотах игры расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Такого начала болельщики «Металлурга» не ожидали. В первой половине встречи с «Ковровцем» все события развивались на стороне хозяев поля. Соперник буквально атаковал ворота видновчан. Открыли счет гости из Владимирской области. На большой перерыв команды ушли с результатом 0-1, что расстроило старшего тренера и заставило «Металлург» сменить тактику. У нас команда настроилась на слабого соперника и немножко поднял настроение, как по-русски взбодрил. И я сейчас думаю, пойдет другая игра. Для «Металлурга» это седьмая игра в рамках чемпионата России по мотоболу. Все матчи спортсмены прошли без поражений. После двух неудачных периодов во встрече с «Ковровцем» видновчане взяли ситуацию под контроль. Любого соперника уважать надо, независимо от того, в каком он по рейтингу стоит, вверху или внизу. На «Металлург» все команды настраиваются, на «Металлург» всегда больше, чем на остальные. Выиграть у «Металлурга» это уже достижение. Ведновчане все еще продолжают играть без своего капитана. На втором матче чемпионата Владимир Сосницкий получил травму. Пока он лишь в роли зрителя морально поддерживает спортсменов. Такую же поддержку «Металлургу» оказывают и болельщики, которые, несмотря на дождливую погоду, пришли на стадион. Интересно играть, неплохо. «Металлург» немножко грубовато играет, видно, что они. Но они жесткие, отбирают хорошо. Президент «Металлурга» Валерий Нефанцев отмечает, если команда «Ковровец» продолжит работать в том же темпе, то через пару лет станет одним из основных соперников видновских спортсменов. «Ковров» раньше была великая команда. Мы с ней боролись за первое-второе место. Лет 15 боролись, первое-второе место делили. Вот последние где-то 80 лет они немного сдали позиции. Старики ушли, молодежь не подготовили. И они поправились. Сейчас опять хорошая молодежь. Я думаю, я думаю, 2-3 года они будут за прессовую тройку бороться. А пока в лидерах легендарный «Металлург». За последние два периода видновчане шесть раз пробили ворота гостей из Владимирской области. Те, правда, тоже не отставали. На счету «Ковровца» и еще два гола. В итоге встреча закончилась со счетом 6-3. Юлия Погасьян, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин